Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. А сегодня наш гость, я не побоюсь этого слова, человек редчайшей профессии, наверное, не только в России, но и в мире. Ринг-аннаунсер Сергей Гром. Приветик. А готовить мы будем под руководством шеф-повара кофемашин бейкери Азамата Мухамедова. Всем привет. Всем привет. Итак, Азамат, что вы нам сегодня предложите приготовить, какие блюда? Сегодня мы приготовим салат с уткой в ягодном соусе и итальянская паста карбонара. Сергей, вы можете почистить лучок. Вот, я умею. И чеснок. И чеснок, я тоже умею. И дальше мандарин. Салат с чесноком, луком и мандарином. Оригинально. Год был тяжелый, наверное. Можно резать черри. Слушайте, я уже третий выпуск подряд, я вот, я серьезно, я режу черри. Представляете, мне кажется, это что-то значит. Мне кажется, это дискриминация. Дискриминация, возможно. Итак, Сергей, вы во Владивостоке в первый раз, насколько я знаю. Первый раз очень давно хотел. Очень давно хотел. Ну, совершенно не лукавлю. Есть города, которые хочется особенно посетить. Особенно, когда читаешь и понимаешь, насколько вся история связана. А у нас же очень сильная история вся связана. Несмотря на такие солидные расстояния. Например, меня очень поразила история с тем, как фортификации Владивостока посоветовали в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой не открывать японцам фронт с СССР. Господин Рихард Зорги об этом сообщил. И под Москву было переброшено огромное количество освободившихся дивизий. Что, в общем, я думаю, никому не нужно объяснять, как повлияло на ход войны. И на то, что мы здесь разговариваем по-русски с расстоянием 7 тысяч километров. Это очень приятно. Что еще интересовало, помимо моря и фортификационных сооружений Владивостока, может быть, какой-то миф у вас уже развеялся относительно нашего города? Ну, я, во-первых, не вешу ожиданий на города никогда. Считаю, что все города в России недооценены. И там есть что делать в каждом из них. И не только, как господин Варламов, который предлагает везде убрать поребрики и поставить везде пандусы чуть-чуть поглубже. В общем, города России прекрасны. А самое главное, когда я еду, самая большая ценность – это общение. Потому что мы разные. Мы очень похожи, но мы разные. И вот эта вот деталька, в отличие, она всегда, конечно, просто сильно украшает понимание России. Ну и вообще, мне, представляя бойцов, боксеров, очень полезно понимать, откуда они по-настоящему. И когда представляешь бойца или боксера так, как это будет понятно на его родине, в городе, из которого он, это, конечно, супер. Поэтому каждый визит – это большая такая раскопка того, как выглядит быт, как выглядит город, как он называется там устами жителей. Так что для меня это всегда, конечно, большое счастье – где-то быть в новом месте. Почему и как вы выбрали такую необычную, как я сказала, редчайшую профессию? Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, как я поняла, ринг-аннонсер – это редкая профессия не только у нас в стране, но и вообще в мире. В общем, хлеба и зрелищ людям хотелось всегда. Вот мы тут заняты хлебом. Расскажу немного про зрелище. Я так глубоко не копаю в историю, что откуда эволюционировало, но очевидно, что люди всегда любили смотреть на что-то, что им недоступно. То есть, ну, фактически, когда вы смотрите на бойцов, боксеров, любых единоборцев, ну, не каждому это под силу. Не каждый найдет в себе мужество выйти и несколько длинных, трех- или пятиминутных отрезков простоять с лицом к лицу с опасностью. То есть, это всегда, конечно, будоражило. И там, где что-то вызывает адреналинный интерес, это требует подачи. Поэтому я бы не назвал ринг-аннонсеров все-таки главным действующим лицом. Нет, это в том-то и дело, что это распорядитель, который должен вынести на передний план двух бойцов, дать публике интригу, дать понимание, что сейчас произойдет что-то важное. Конечно, это большое счастье, когда ты анонсируешь равновесный поединок, где действительно непонятно до начала, кто кого, собственно. В общем, правильно подать – это самое основное. А как это сделать больше по-русски, вот этим и хочется мне заняться на своем карьерном пути. Потому что изначально все это пришло из Запада, было практически переведено на русский, грубо говоря, в режиме Google-переводчика. А сейчас хочется найти какой-то русский стиль объявления. Свой стиль. Нам к нему можно еще вернуться, у нас богатая школа дикторов. Так. Да. Нам нужна команда. Я вижу, что Азамат хочет дать нам новое задание. Мандарины ждет вас. А, я забыл про мандарины. Вот так вот. То, чего мне нельзя никогда ни в коем случае делать – это забывать что-то. Кстати, вот это вот очень важно, потому что каждый человек, выходя в октагон или на ринг, он показывает результат многолетнего своего труда. И что-нибудь сказать неверно – совершенно недопустимо. Потому что это вот такая расстрельная позиция, что нельзя ошибаться. Нужно быть достаточно четким, емким, уверенным и перепроверять, наверное. Самое сложное здесь – это не подать и сделать все это грамотно с точки зрения шоу, а не ошибиться с информацией. Для меня вот это гораздо важнее. То есть право на ошибку в этом смысле у вас? Право на ошибку есть у каждого. Поэтому если у вас в любом деле, за который вы беретесь, случаются ошибки, правильно, значит, вы что-то делаете. Сергей, все-таки как выбрали такую необычную профессию? Случайность это была или же вы к этому шли долго и упорно? Расскажите, пожалуйста. Такого не было, чтобы я сидел с восхищенными глазами пятилетний и говорил, мама, я хочу стать ринг-анонсером. Я из Казани. Казань – это столица республики Татарстан, город на Средней Волге. Очень гостеприимный город двух культур, тюркской и, собственно, такой общероссийской. Мы тонкими слайсами режем? Да, тонкими слайсами. Сергей, вы как будто каждый день готовите. Я готовлю каждый день, это правда. Скорее всего, так и есть. Готовить я очень люблю. Так вот, у нас город двух культур, он очень интересный. И это было одной из причин, почему Казань, подавшая тендер на Всемирную летнюю универсиаду 2013 года, тендер от этого выиграла. После чего у нас много очень позитивных изменений случилось в Казани. И одно из них – это развитие спортивной инфраструктуры. И к нам привезли такую тонну мероприятий, такую тонну мероприятий, что просто хвала Всевышнему, что я родился в этом городе, закончил там школу, школу с хорошим английским, за что спасибо родителям. И моим учителям. И это все мне дало просто возможность бесконечно много работать на мероприятиях спортивных. Сначала это были непрофессиональные бойцовские события, был разный спорт. То есть у нас с 2013 года прошло более 50 турниров международного значения или европейского, англоязычных, двуязычных. В общем, очень было интересно. Я провел огромную кучу мероприятий до, просто гигантскую кучу. И когда впервые в Казань привезли большой хороший бокс, ну даже не так, наверное, сначала привезли очень большой хороший бокс, конечно, туда бы меня никто и не взял. А потом у нас был турнир с самым длинным в мире названием. Так, это интересно. Боксерский, назывался WSB. Вот ее я провел, потому что требовался английский, и у меня уже был какой-никакой опыт. Вот так, нам нужен пармезан. Пармезан. Кстати, ребята, лайфхак от шеф-повара. Извините за слово лайфхак. Можно уже сразу меня за это ударить. Если у вас постоянно дома пропадает пармезан, почистите его, как будто это картошка. И никто не будет посягать на ваш пармезан, ребята. Так, я вам предлагаю очистить от косточек. Да, я уже, кстати, начала это делать. И туда же все будем собирать. Вот у нас был первый бокс между командой Патриот Боксинг Россия и командой China Dragons из Китая. Там у меня был небольшой шок. Значит, я два раза вел эти события. Первый раз в Казани, второй раз в городе Первого Салюта, в Орле. И, значит, я иду где-то за минут 15 до начала. В общем, незадолго до начала очередного вечера бокса. И слышу татарскую речь. Ну, а я ее, естественно, узнаю. У нас в Татарстане, в школе, в принципе, преподают татарский. И я на нем худо-бедно, но могу изъясняться, чему очень рад. Слышу татарский, из-за поворачивого голову стоит китаец. И говорит по-татарски. Необычная картина. Да, я, в общем, удивился. Ну, в общем, тюркоязычного населения на планете у нас хватает. В общем, я думаю, что и во Владивостоке тоже. Поэтому всем, кто говорит по-татарски, всем, кто говорит на любых других тюркских языках, в общем, всем здравствуйте. Так. Ну, и так, вы провели этот турнир. Вам понравилось. Не могу сказать, это смешанные ощущения. Вообще, если говорить о каких-то профессиональных турнирах, ощущение, что тебя просто бросают в озеро. И вы там тонете, да? Да, и вы должны выплыть. Потому что никто заранее не подойдет и не скажет, так, слушай, вот здесь может быть такое и такое. Значит, учти пару моментов, а еще может быть вот так. Ничего подобного. Максимум, что можно дождаться, это потом. В смысле? Тебе разве непонятно, что нужно вот так вот? Ты же как бы, извините, учебников по этому поводу нет. В общем, да, это все просто очень много проб и ошибок. Проб и ошибок. И еще раз вернусь к словам, что ошибки – это очень нормально. Это вообще признак того, что вы что-то делаете. Помогают расти нам как профессиональных. Ну, если, конечно, не быть просто дураком и бесконечно не биться об один и тот же косяк, конечно. Безусловно. Конечно, помогают. То есть никто не говорит, что нужно отключать голову и относиться ко всему слишком легко, нет. Но ошибаться допустимо. Это при том, что если вы работаете над ошибками постоянно. Поэтому это только через практику. Если говорить как раз про работу над ошибками, ведь в любой профессии необходимо постоянно, как мы сейчас сказали, совершенствоваться. Но здесь человек должен быть наделен таким набором качеств, у него должна быть, безусловно, харизма, голос, умение держать себя в руках в любой ситуации, как мы уже поняли. А такие ситуации случаются довольно часто. Всегда? Всегда, да. Всегда, да. Ну, в частности, если говорить сейчас о профессии ринконаунсера. И быть, ну, артистичным, безусловно. Вот здесь что я могу сказать? Во мне метр шестьдесят восемь роста. Я не могу назвать себя самым харизматичным на свете человеком. Я не обладаю модельной внешностью, общепринятой в этой среде. Все-таки я на другое опираюсь. Я считаю, что у каждого человека есть свой стиль. Я думаю, что вот хорошо, когда в каком-то жанре есть несколько представителей. И вот я стараюсь брать тем, что я люблю. Я люблю историю, я люблю географию, я люблю куда-нибудь достучаться до сердечка. То есть у меня вот такой стиль подачи больше. Я про то, чтобы найти в спортсмене то, что его будет действительно изнутри по-настоящему трогать. Чтобы он ощутил, за что он выступает. И если мне удается разжечь какой-то огонь в глазах спортсмена, я это вижу обычно, это можно увидеть по легкой улыбке, которая тронула лицо, то я считаю, что я молодец. Вот в этот момент. Может быть, этот вопрос будет странным, но я все-таки его задам. Допустим, когда мы готовимся к интервью, мы всегда читаем какую-то информацию, стараемся узнать как можно больше о человеке, который к нам придет. Это абсолютно нормально, потому что мы хотим быть, как вы сказали, тронуть как-то, быть готовым к общению. Потому что люди все разные, у каждого свой стиль, свои манеры и так далее. Вы по такому же пути действуете со спортсменами? Мне бы хотелось начать даже раньше этот путь. Вообще очень большая проблема у многих спортсменов, что надо понимать, что все-таки это часть шоу-бизнеса какого-то, и все равно это зрелищная история. И если смотреть на последнее время, то все обычно через какой-то негатив идет пиар. Но всегда можно найти что-то, потому что человек, он с одной стороны боец, а с другой стороны он может любить рыбную ловлю, слушать нирвану, делать сальто, загорать он любит. Вот эти вот вещи всегда хочется достать из человека. А готовить тоже умеет. И любит. Например, да, это очень важно. Вот всегда мне хочется найти в человеке что-то человеческое. Потому что, например, боец, который просто отлично выступает, и боец, который отлично выступает, и еще и байкер. То есть его любят и те, кто любит хорошие бои. И, возможно, люди, обладающие двухколесным транспортом, тоже его принимают как родного. В общем, очень важно в любой профессии быть человеком. Знаете, когда актеры готовятся к роли, профессиональные актеры, им говорят, играйте... Есть понятие, да, все равно там. Отрицательная роль и положительная роль. Вот когда вы играете отрицательного персонажа, ищите в нем что-то положительное. Когда играете положительного, ищите в нем что-то отрицательное. Потому что это живой человек. Хорошая история, мне нравится это выражение. Да, и это очень помогает, действительно. Вы сейчас сказали примерно то же самое по поводу бойцов. Действительно, ведь мы их видим такими суровыми мужчинами, которые выходят на ринг, брутальные. А хочется знать о них больше, да, видеть в них людей в первую очередь, потому что они тоже волнуются, то, что переживают. Если пообщаться до, бывает, что мы живем на турнире, нам нужно лук полукольцами порезать? Колечками. Кольцами? Да. Окей. Так, я все сделала, если что. Спасибо за острые ножи, кстати. Да, да. Даже мандарины резались вот так на ура, вот. Хорошая навеска у вас получается. Я старалась. Я, может быть, медленно делала это, но с душой. Давайте соберем наш салат и потом приступим к готовке. Так, что за зелень вообще и что в итоге у нас получится? Я вижу у нас помидоры черри четвертинками, я вижу у нас. Салат фризе. Салат фризе. Салат айсберг. В народе одуванчик, да? Одуванчик, да. Подождите, это еще и руккола можно назвать, нет? Нет, нет. Одуванчик. Они похожи. Все? Одуванчик, фризе, да. И айсберг, да? Айсберг или салат. Мандарины, помидоры, черри. Так, мы все это смешиваем. Можете смешивать все? Ну что, смешиваем? Ну что, колдуем? Колдуйте. Это все отмерено ровно под порцию. Так что я могу просто переворачивать банку. Нет, уж тогда так. Фестиваль зелени. Гулять, да, гулять, так. И айсберг туда же. Так вот, не у каждого бойца можно вытащить какую-то личную историю. Во-первых, многие к ней не готовы. Люди, которые сражаются и дерутся, они не очень часто говорят. Но если это сочетается, то у бойца гораздо больше шансов быть звездой и быть товарищем с высокими гонорарами. Чего я повторяюсь, не смотрите на боксеров, когда вы видите какой-нибудь гонорар, который просачивается в сеть, что «У-у-у, чертов олигарх!» Ну нет, это большой труд, это столько пота, это столько сил, а еще столько шансов просто сломаться на пути к какому-либо успеху, даже не самому великому и не планетарного масштаба. Поэтому, конечно, это очень тяжелая работа, которую делают боксеры и бойцы. Всегда очень важно, поэтому их подать – это денег в триумфа, а вот пообщаться с ними, ну, не всегда выходит. Никто не считает важным что-то рассказать, то есть прям клещами надо вытаскивать. Ну, за это надо браться не перед турниром. То есть я бы с удовольствием когда-нибудь поработал с парой бойцов с точки зрения того, чтобы проконсультировать его насчет подачи в мир. Это важно. Так, у нас есть… Добавляем утку. Хочется ее выложить, конечно, сверху. Будем ловить? Да, можете половину добавить, а половину выложить сверху. Ну, давайте. Тогда я вот то, что с краешков подрезал. То есть часть мы замешаем, а часть просто украсим. Да, утка будет в замешательстве в данный момент пребывать. А есть спортсмены, с кем мечтаете поработать? Наверняка есть? Рубрика «Не сотвори себе кумира». Вот у меня есть такая история, что я не знаю знаменитых, кроме тех, которых лично. То есть больше рождается какого-то личного отношения, когда ты раз видишь человека, потом другой раз на турнире его видишь. И ты просто потом уже пьешь с ним чай, потому что вы, в принципе, уже не можете пройти мимо друг друга. Это было бы глупо, вы уже, ну, видитесь. И просто за ужином ты общаешься. А потом, когда ты включаешь телевизор, потому что я небольшой любитель смотреть, чаще всего я либо где-то принимаю участие, либо я смотрю что-то образовательное. И вот просто я начал себя ловить на мысли, что чем дольше ты работаешь в индустрии, тем такой… О, вот недавно там Андрей Сироткин боксировал в Великобритании боксер Нижегородский. Я уже не мог не посмотреть, поэтому я в час ночи смотрел бокс. Вы уже успели попробовать нашу местную дальневосточную кухню? Нет, я еще успел попробовать прилететь. Джетлаги меня, конечно, не пугают, часовые пояса тоже нет. Если вы посмотрите на мой будильник в целом в приложении, то у меня будет на каждый час и еще по 4 будильника на каждый час. Я могу долго выбирать, в какое время мне вставать и спать. То есть сплю я в любое время, прилетел клево. По городу еще не гулял. Вот как раз у меня впереди есть еще денек на то, чтобы как раз погулять. Потому что прилетаешь, прилетаешь работать. И все, что ты видишь, это там октагон, ринг и экран своего компьютера. Ну, я тогда немножечко расскажу вам о нашей кухне, а именно то, что, конечно же, нельзя не понимать, что у нас здесь очень много азиатского заимствовано. А какая кухня у вас в Казани? Мы понимаем примерно, да, откуда она и с чем ее едят. Но мне кажется, все равно всегда действуют определенные стереотипы. Вот мы сейчас разговаривали за кадром, и мои коллеги говорят, ну что там, чак-чак и мясо с тестом. Татарстан – это очень особый регион, действительно, потому что если копнуть немного в историю, примерно с этих краев, когда началось великое переселение народов, там часть народа Хунну, который там держал в страхе всю Европу, он частично дошел до Европы, частично насел в районе современной Чувашии. Там попозже была образована Волжская Булгария, и в среднем вот волжский татарин, часто может выглядеть примерно как я, немного, ну то есть или булгарин, да, в среднем. Вот, после чего там уже было монгольское второе нашествие, уже была смесь народов определенная. То есть накладывалась и оседлая кухня, конечно, и кухня кочевая. Из кочевого то, что, ну вот в татарском огороде традиционном реже можно встретить там, ну особенно раньше, да, когда складывалась кухня, какой-то там огромный набор растений, да, то есть максимум могла быть какая-нибудь зеленушечка, но и в целом действительно это скотоводство, соответственно мясо и действительно тесто, так что это никакое не вранье. Но что из хорошего можно сказать, что в Татарстане уровень владения выпечкой, тестом, я думаю, их иногда называют волжскими итальянцами, в хорошем смысле, потому что у нас есть твердые сорта пшеницы, из них делают куламу, это маленькая, похожая на ручку, сложенную ладонь, макаронные изделия, там, подождите, кулама, салма и похожие на ракушечки. В общем, это твердые сорта пшеницы, вот мы делали на одной кулинарной передаче, я переиначивал и делал такую весну в татарской кухне, мы делали пасту татарскую. То есть я думаю, что это вполне себе хорошая затея. А так, действительно, это мясо, мясо, картошка и тесто чаще всего. А что вы дома обычно готовите? Вот такое традиционное блюдо, например, на лучшее. Что дома готовит современный городской житель? Что-нибудь, чтобы убежать. Что-нибудь, чтобы съесть и куда-нибудь убежать. То есть я вот, ну, я не обладаю пока секретами выпечки, хоть я много довольно готовлю и что-то даже начал делать в духовке, но вот пока выпечку я еще пока не трогал. Все-таки для этого есть более опытные люди. Мне кажется, это самое сложное вообще работать с тестом. Правильно, потому что столько нюансов нужно соблюдать. Поэтому все, кто даже любят готовить, оттягивают это до последнего уже куда-нибудь к высшей степени своего кулинарного процесса. Ну вот у нас есть краеугольный камень, треугольный камень татарской кухни. Это эщ-почмак. Эщ-три, почмак-угол. Думаю, что в узбекском языке звучит примерно так же. Это треугольный пирожок с луком, картошкой и мясом. Его иногда можно делать с разным мясом. В общем, это очень вкусно. Так что сделайте как-нибудь себе треугольные пирожки и почувствуйте себя немного в Казани. Арт-лофт в фокусе – это многофункциональное творческое пространство. Для вас работают два зала. Санторини – зал вместимостью до 60 человек. Отлично подойдет для дня рождения, девичника и других приятных вечеров. И зал Нью-Йорк вместимостью до 20 человек и красивой функционирующей кухни. Здесь вы можете организовывать кулинарный день рождения, фотосессию, кулинарные мастер-классы и многое другое. Арт-лофт в фокусе – место воплощения ваших идей. Давайте приступим к готовке пасты. Так, мы к вам переходим сюда, да, наверное? Да. Вот это интересно. Я недавно готовил пасту и делал ее без сливок. Мы сегодня будем делать то же самое со сливками. Со сливками у нас. Я подглядывал над тем, как готовят карбонару. Один из видов, когда просто закидывают немного воды с отваренной пасты и загустения происходят на масле. Обычно паста карбонара готовят, конечно же, без сливок. Это уже более современная, так скажем, рецептура. Добавить сливок, более вкусно поесть. То есть изначально карбонара – это бекон, вот закрахмаленное, да, вот как соус? На самом деле тут много очень и животного жира дается. И в целом это все вот пропитывается. То есть то, что жирное, оно вкусное. Любая жирная кухня, она вкусная. Но неувы, на самом деле, кушайте вкусно, просто двигайтесь побольше, вот и все. Да, кстати, про движение. Сергей, вы рассказали нам о том, как много будильников вы заводите и как часто вы летаете, да, и что джетлаги вам не страшны. Соответственно, мы можем сделать вывод, что вы постоянно в движении, вы постоянно туда летите. Это обманчивый вывод. Из этого можно сделать вывод, потому что я просто сплю редко. Сплю редко, и странно. Нет, ну тем не менее. У меня странный его график жизни. Мы же видим, что вы энергичный очень человек. Вот где берете и черпаете эту энергию, вдохновение, может быть, вдохновение к работе в том числе. Ведь у каждого свои методы. Поделитесь своим. Тут опять тоже вот все ждут каких-то секретов. Просто хочу часто сказать, никаких секретов нет. Если вы хотите поработать, просто садитесь и работайте. Не бывает вдохновения. Вдохновение может прийти только в момент, если вы что-то делаете. Если вы ничего не делаете, никакое вдохновение не приходит. Вдохновение приходит во время еды. Абсолютно всегда. Поэтому это ключевые вещи. Вдохновение приходит во время работы. Ключевые вещи, которые я хочу нести, да, вот сегодня, это как раз история про то, что нормально ошибаться и вдохновение во время работы. Понюхайте наш соус. Это вот сливки, устричный соус с добавлением орегано. Я надеюсь, что орегано будет простительным. У меня вот орегано не в любимчиках тоже. Но это опять-таки итальянская, да, приправка? Да, да, да. Вот почему это не заладилось у меня с Италией? Хотя обычно, вот с кем не говорим, у всех итальянская кухня любимая. Интересно. И тут с пастой главное не передержать, да? Да, конечно же, вовремя. Ну, очень быстро. Нет, паста готовится быстро. Главное, если вы все правильно подготовили, паста будет быстрой. А еще и нужно успеть быстро съесть. Консистенция такая классная получилась. Прям-таки приятная. Сергей, украшайте сыром пармезан, микрозеленью. Профессионально украшаю пармезаном. Профессионально, да. Приглашайте. Профессионально украшаю ваши праздники пармезаном. А мы сейчас попросим Сергея воспользуемся. Так, а как я буду украшать микрозелень, если у меня нет золотого пинцета? Уже у вас все есть. Это было так красиво, вы репетировали до программы? Должен сказать, мы специально за недельку до... Вы прилетели сюда. Я прилетел инкогнито. Мы ходили, прятались в бастионах. Тренировали. В партификационных сооружениях. Да, да. Ну ладно, вот смотрите. Чисто по-нашему взять пинцет и пытаться потом на пароль другой. От того, что я просто взял пинцет, ничего сильно не изменилось. Тут у меня правил, конечно, нет. Вы сейчас сказали слово пинцет, а я по аналогии вспомнила наше истинно местное блюдо. Оно не наше, оно корейское, но продается исключительно во Владивостоке. А почему? Если мы это приняли в свою культуру, оно и наше такое? Ну и наше, да. Это пинцет, это корейский пирожок. И именно уличная еда, стрит-фуд Владивосток, вы обязательно должны его попробовать. Так, а если вырезать в нем дырку и держать около глаза, это будет пинцетная в этом печь? Возможно. У вас есть шанс попробовать. Будем проверять. Но смотрите обязательно в сторону моря. Согласен. Одним глазом. Итак, я не могу не воспользоваться случаем, потому что я так не смогу этого сделать никогда. Поесть? А вот наш гость... Поесть в том числе. Ну ладно. А вот наш гость Сергей Гром сейчас анонсирует два замечательных блюда от шеф-повара Азамата Мухамедова. Итак, Сергей, сможете ли вы представить наших главных героев сегодняшнего мероприятия так, как вы это делаете на ринге? Ладно, хорошо. Допустим, представим, что мы уже здесь, в розовом углу нашего стола, состоящий из отборных мандаринов, очень пикантного лука, приправленного тремя видами зелени, содержащий в сердце своей композиции утку салат под названием «Что-то там». Хотя нам нужно придумать какое-нибудь название. В общем, это немного больше готовится, да? В синем углу стола. Изрядно присыпанный пармезаном и украшенный микрозелом. Зеленью – изящный микс из твердых сортов пшеницы, бекона и чеснока, имя которому – карбонара. Орать на всю студию мы не будем, но в целом думаю, что будет вкусно. Поэтому, в общем, имейте в виду, что эти вещи – вечная классика и, возможно, что-то новое в сочетаниях, всегда придутся к вашему столу. В общем, всему свое время. В конце концов, они не боксеры. Но мы сейчас попробуем и сделаем вывод, кто победил. Может быть, победит дружба. Не знаю, мне кажется, сейчас просто победит, да, победит дружба, очевидно. Приступаем. Сергей, почему вы так стоите в стороне? От пасты я воздержусь. А почему это интересно? Вот, а вот… Вы не будете пробовать пасту? А вот утку я попробую. Я соблазнился соусом. И он действительно необычный. А утку запекали? Да. Духовочка, значит, нужна. Но можно и обжарить? Можно обжарить. Она еще, наверное, заранее мариновалась, да, где-то? Или нет? Нет, заранее просто обжаривается с двух сторон сковородки. Либо запекаем в духовке, либо это будет происходить в сковородке с закрытым крышкой. Очень нежно. По салату, могу сказать, очень нежно. Да, очень вкусный. В общем, готовьте вкусно. Пускай еда всегда приносит удовольствие. Это хороший повод, как минимум, всем собраться и пообщаться. Главное, чтобы были чем-то заняты руки. Сергей, я хочу напоследок попросить вас дать совет тем, кто, наверное, мечтает о такой профессии, как у вас. Постоянно поглощайте новую информацию. Не будьте занудами, не считайте, что вы все на свете узнали. И просто при возможности всегда получайте новую информацию. Советуйте, слушайте старших. Сначала слушайте, а потом говорите. Старайтесь не судить, потому что для этого есть судьи. В общем, просто очень важно учить что-то новое. А для анонсера еще очень важно быть нейтральным. Даже если вы болеете за своего одноклассника Валентина, и вообще это ваш брат-свооткум, и еще он вам 600 рублей должен, и вы очень хотите, чтобы он выиграл, чтобы он их вам отдал, этого не должно быть видно никому. То есть нейтралитет, это должен быть большой. То есть я думаю, что это где-то немного сродни дипломатии. Сергей, я хочу вас поблагодарить, что стали нашим гостем сегодня. А мне было очень приятно. Было безумно интересно пообщаться лично с вами и узнать много нового об этой профессии. Азамат, вас в очередной раз хочу поблагодарить за нереально вкусные блюда и чудесные рецепты. Спасибо. И, конечно, спасибо за компанию. Было очень интересно и вкусно. Ну, а у меня есть рука по железу. Это же, конечно. Было приятно. Спасибо и взаимно. Это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»